Ну а с этой проблемой жители пятиэтажного дома в Полоцке обратились к нам в телеграм-канал. Из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент. Под воздействием влаги грунт просел, а дом стал трещать по швам. Обращение к местным властям к результату не привели. К решению проблемы подключилась наша съемочная группа. Во втором подъезде нашего дома провалился пол перед лестничным маршем. Ну это вы увидите сейчас. На стенах трещины, фундамент просел, а между крыльцом и тротуаром пустота. В подвал ведут разломанные ступени, но больше пугает вот это, потерявшая опору конструкция. Стена между подъездами висит в воздухе. Прямых углов в геометрии дома не найти. Танцующие стены стали расшатывать и лестничные пролеты. Во втором подъезде, образовавшуюся трещину, жильцы прикрыли доской. Причина всех кривых – просевший под домом грунт. 30 лет назад пятиэтажку строили на болотистом месте. Екатерина Захаренкова вспоминает, вначале вывезли из котлована торф, вместо него засыпали песок. Тогда она работала инженером в ПМК-34. Именно эта организация трудилась на объекте. Ливневки предусмотрено не было, только водоотводящая канава, которую со временем засыпали. Вот она там должна выходить, там они по району должны прочищаться, и вода должна уходить. Сделали так, что насыпали грунт, здесь стало выше, оно видно, там вот ниже. Ну а куда водите? Она и пошла под дом. Песок начал уплотняться, конструкции начали оседать, вот у нас создалась такая аварийная ситуация. Оставаться с проблемой один на один жильцы не захотели, обратились в исполком. За годы переписки чиновники узнали и о плохой подъездной дороге, и о разваленных тротуарах, которые люди пытались бетонировать сами. Но поползшие по стенам трещины испугали не на шутку. С 17 октября ответ мы не получили, поэтому вынуждены были обратиться к вам, помочь, потому что дом разрушается, и мы просто боимся, боимся жить. Хотя к нашим службам ЖКХ вопросов много мы обращались. У нас, в каком веке живем, у нас еще балконы и рамы в подъездах закрыты на жесткие запоры, гвозди. У нас не могут помыть окна, потому что они не открываются. Запоздавший ответ все-таки получили. Правда, не жильцы дома, а наша съемочная группа в интервью. Оказывается, все это время чиновники искали решение проблемы. Проведем детальное обследование всего дома, определимся, каким образом отвезти воду от дома, путем строительства для ножа, как будет возможность. Или в следующем, или если документация будет довольно сложная, то через год мы обязательно включим капремонт и сделаем все, что связано с полами, с входами в подъезд, с входами в подвал и благоустройство самой территории. Судьба пятиэтажки на контроле. В исполкоме обещают, этот вопрос уж точно не повиснет в воздухе, как стены дома. Ольга Масловская, Михаил Христофоров, агентство теленовостей.